Российский президент провел в Ашхабаде переговоры с новым иранским президентом Масудом Пизишкианом, которые были посвящены обсуждению двустороннего сотрудничества. Лидеры государств также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По сообщению агентства Пресс-ТВ, иранский лидер в ходе общения с Владимиром Путиным призвал Россию занять более активную роль в борьбе с Израилем вливании в секторе газа. По словам Пизишкиана, сионистский режим в нарушении всех международных и гуманитарных норм продолжает совершать военные преступления при молчаливом одобрении США и европейских стран, которые не предпринимают никаких усилий для нормализации ситуации на Ближнем Востоке и установлении мира в этом регионе. Пизишкиан фактически призвал Россию оказать содействие Ирану в его возможном военном конфликте с Израилем. Ответную реакцию российского президента на этот иранский призыв ни западные, ни российские СМИ не приводят. Стоит отметить, что Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Ирану, поддерживая различные антиизраильские резолюции в ООН и призываем Израиль к прекращению агрессии в отношении других государств. Эти усилия российская страна продолжает предпринимать, несмотря на то, что иранский президент с трибуны ООН осудил российскую спецоперацию на Украине и выступил в поддержку территориальной целостности Украины. Впрочем, на фоне возможного начала войны Израиля с Ираном при поддержке США, позиция иранского руководства относительно украинского конфликта, вероятно, претерпит изменения. В Тегеране, полагаю, убедились в том, что международное сообщество израильскую агрессию остановить не сможет и что никакая другая страна помимо России военную помощь Ирану не окажет. А тем временем американский Минфин вчера озвучил новые санкции в отношении Ирана за его предыдущую ракетную атаку по израильским военным объектам. Указанные санкции затронули нефтяной и нефтехимический сектор Ирана. Новые санкции, по оценкам западных аналитиков, усилят финансовое давление на Тегеран и приведут к сокращению его сырьевых доходов. Комментируя указанную новость, полагая излишним, напоминать о том, что никаких санкций в отношении Израиля за его многочисленные удары по гражданским целям в Палестине, Ливане, Сирии и Йемене международное сообщество не ввело и вводить не планирует.